Шахтар Вместе с первой командой в Турцию отправился Шахтар Ю-21. Молодежный состав расположился недалеко от основы и пробудет в Белеке до 9 февраля. Вы знаете, что вторая команда всегда идет в поддержке первой команды. Это наша задача. Мы будем взаимодействовать, будем на связи, будем ждать всегда решений клуба, решений первой команды, тренера первой команды. И мы всегда готовы к любым развитиям событий, чтобы помочь первой команде. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру взял на первый сбор 28 футболистов. Отметим возвращение из аренды бразильских хаффбеков Веллингтона Немо и Фернандо. Тренироваться с командой также будут два новичка – защитник Игорь Кирюханцев и нападающий Владислав Вакула. С адаптацией проблем не было, все ребята хорошо приняли, поближе пока познакомиться не удалось, но я думаю, это все в процессе, все будет хорошо. Очень соскучились по всем, вообще такое кайфовое настроение, сейчас все рады видеть, общаемся, в общем, все круто. Все поддерживали форму, занимались, вот, поэтому, ну, чего, будем готовиться, должен быть насыщенный месяц, потому что ожидается хороший спарень и будем готовиться к бирдике. Субтитры делал DimaTorzok 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 Третий год подряд горняки базируются в комплексе «Регнум» в Белеке. Тут есть все условия для качественной подготовки команды к сезону и восстановления футболистов. После обеда и небольшого отдыха «Оранжево-черные» провели первое занятие в 2020 году. Сессия включала пробежку, разминку и втягивающие упражнения. Субтитры делал DimaTorzok С 21 января горняки будут тренироваться два раза в день. Также в рамках сбора запланированы три контрольных матча. Стартовый этап подготовки продлится до 30 января. Таким запомнился первый день «Шахтера» в Белеке. Смотрите «Шахтар Ньюз». Будьте в курсе всех событий и до встречи завтра! Субтитры делал DimaTorzok